МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и ее ведущий Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы вице-президент Федерации хоккея России, один из самых уважаемых и авторитетных специалистов Поволжья, президент Поволжской Федерации хоккея Владимир Асеев. Здравствуйте, Владимир Асеев. Добрый день. Владимир Асеев, вице-президент Федерации хоккея России, арбитр всесоюзной категории. Родился 30 марта 1946 года в Приморском крае. Играл в хоккее за Куйбышевский «Нефтяник» и затем работал тренером в коллективе физкультуры Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Судья по хоккею с 1967 года. Работал председателем коллектива физкультуры спортклуба «Нефтяник», руководителем отдела физкультуры и спорта администрации Куйбышевского района, директором плавательного бассейна «Нефтяник», заместителем председателя правкома КНПЗ, директор Самарского дворца спорта с 1990 по 2009 год. С 2009 года по настоящему время президент Поволжской федерации хоккея, отличник физической культуры и спорта, заслуженный работник физкультуры и спорта, отмечен благодарностью президента России и дипломом Олимпийского комитета за вклад в развитие отечественного хоккея. Хобби – рыбалка. Уважаемые друзья, мы находимся в уникальном месте, в стареньком ледовом дворце спорта. Ему 51 год. 1 июня, скорее всего, этого ледового дворца не будет. Поэтому, Владимир Васильевич, мне не покидает ощущение того, что мы будем последние, кто снимает спортивную программу на старенькой арене, которая уйдет в историю, в большую историю самарского спорта. Жаль? Ну, я бы немножко, может быть, вопрос поставил по-другому. То, что эта передача будет последняя, но хотелось бы, чтобы следующая, очередная передача была как можно быстрее и уже из нового ледового дворца, без которого сегодня трудно представить и самару, и самарский хоккей. И чем быстрее будет возведена новая арена, тем, я думаю, и для самых маленьких жителей, и для профессиональных спортсменов это будет большой подарок. Валерий Алексеевич, вы смотрите, в 1965 году было принято решение и начали строить этот ледовый дворец спорта. 11 месяцев всего строили, очень быстро. К годовщине Великой Октябрьской статистической революции в 1966 году дворец спорта открыли. Открыли, причем как раз утверждают очевидцы. Здесь была торжественная обстановка, играли хоккеисты, и самое главное, выступала сборная СССР по фигурному катанию, которая здесь тренировалась. Вот представляете, какого масштаба был праздник, все люди радовались, что у нас появилось такое великолепное сооружение. Оно, кстати, было типовым в Советском Союзе. Мы посчитали, где-то таких дворцов по этому проекту в Советском Союзе, в то время, ну, вы понимаете, что это и Прибалтика, и Украина, порядка было 27, мы насчитали. Самарский, или тогда Кубишский дворец спорта, он был вторым. Построили его, да, за 11 месяцев в рекордно короткие сроки. А вы не помните город, вот, который был первый построил этот дворец? Ну, это... Нижний Новгород, может быть, Казань? Ну, это... Ну, в Поволжье, я имею в виду. В Поволжье? Нет. В Поволжье мы немножко, где-то на полгода опережаем Казань. На полгода. Вот в этот же год был построен Куйбышский дворец, потом был построен дворец в Казани. Но профиль работы дворцов, вот такого профиля, в каком работал и работает и до сегодняшнего дня Самарский дворец спорта из 27 перечисленных дворцов нет ни в одном. Почему? Я объясню. Кроме хоккея, фигурного катания, это понятно. В Куйбышеве, в Самаре не было и до сих пор нет, к сожалению, большого театрального зала. Все мероприятия проводились в этом дворце. Концертная площадка. Концертная площадка, баскетбол, выставка кошек, выставка собак, выставка парикмахеров, падминтон, бокс, не могу перечислить все мероприятия, которые проходили в этом дворце спорта. Если сегодня говорим, что вот созданием ночной лиги, многие дворцы работают с 6 утра по ночам, до 12 ночи, то Самарский вот этот дворец спорта все это пережил. Практически дворец работал круглые сутки. Круглые сутки. Трудзяга, оказывается, у нас ледовый дворец. Самый, вот я еще говорю, в таком режиме ни один из дворцов такого плана не работает. Владимир Владимирович, а вы не помните вот тот день, где вы были, когда открылся дворец? К сожалению, не помню. А вот, судя по вашей визитной карточке, вы как раз начинали уже судить хоккей, были арбитром хоккейным. Ну, был я судей, арбитром, начинал судить. Вы здесь вот не судили здесь матчи? Почему? Мы и здесь судили матчи, почему? Потому что сначала, когда начиналась хоккейная пирамида, была высшая лига, и, в общем-то, за ней уже лиги были поменьше, которые обслужили местные судьи. Но на этих соревнованиях, первенства области, первенства республики, мы проходили практику, мы набирались опыта. Затем на сборах, которые уже проводила тогда Всероссийская или тогда Всесоюзная Федерация, отбирались лучшие судьи. И так вот постепенно мы шли по этой лестнице. В частности, что касается меня, ну, я дошел до судейства команд... Всесоюзной категории, да? Присвоили Всесоюзную категорию, дошел до судейства команд, ну, высшего уровня. Были международные игры, был кандидатом на поездку на чемпионат мира. Поэтому вот в судействе были определенные такие, ну, будем сказать, успехи. А все началось, я извиняю, все началось совершенно неожиданно. В свое время я играл и жил на 116-м километре, это Куйбышский район, выступал за местный клуб «Нефтяник». В то время все спортсмены, они как бы делились на... не то, что делились, а было так, что летом почти все играли в футбол, а зимой кто мало-мальски мог кататься на коньках, играли в хоккейсмич. Вот почти мы, наверное, знакомы, уже, наверное, полвека, скоро будет, вот, потому что я тоже со 116-го километра для стадиона «Нефтяник». для нас, пацанов, тогда школьников, это было главное место для развлечения. И я прекрасно знал, кто такой Асеев, я видел, как Асеев играл, а вечером судил команды, потом работал организатором движения в нашем районе. Все это происходило на моих глазах. Вот скажите, вот вы мечтали о том, что... вообще могли себе представить, что простой парень вдруг окажется директором вот этого ледового дворца и проработает здесь ни много, ни мало, 19 лет, это же полжизни практически, третья часть жизни. Ну, это период немножко уже такой дальний, а я говорю, что вот почему все вот так сложилось, мне, конечно, ну, трудно было загадывать, поэтому я никогда не думал, что я буду хоккейным арбитром. Когда хоккей с шайбой пришел в Самару, в такую область, пришел в город Самару, практически все клубы, которые развивали хоккей с мячом, они построили свои хоккейные коробки, хоккей с шайбой, тогда высшая лига, она базировалась, команда была СКА, она базировалась на стадионе Динамо, куда мы лазили. Это та самая коробка, Та самая коробка. На которой играл. Чемпионат Советского Союза, где играли все наши звезды. Братарь Зингер, который... Бабич. Бабич и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно верно. Это со стадиона Динамо. Это коробка. Пришла одна стадион «Нефтяник» со стадиона Динамо. Все перекалифицировались на хоккей с шайбой и заявились в первенство города Куйбышева. Ну, тогда играли и русский хоккей, и хоккей с шайбой, там, в общем-то, взаимозаменяемость была. Но согласно положению о том, что приняли клуб в первенство города участвовать, в клубе должно быть не менее трех хоккейных арбитров. Их, естественно, не было. Пришлось купить свисток, найти правила, и вот выходить на площадку. То есть это было ваше желание, да? Ну, оно было и желание, оно было необходимостью. Приказали. Вы, Асеев, будете судить. Там даже не приказали, потому что если судья назначенный не приезжал, то с клуба снимали очки. Их и так не было. А если еще не ездить судить, и вот мы на электричке со 116-го, «Металлург», «Восход», «Чайка». До «Чайки» было вообще добираться. Оттуда, когда отсудишь игру, под утро только попадали домой. Но ради интересов клуба, ради интересов пришлось. Потом понравилось. Потом я говорил, что первенство города, первенство республики. То есть вся история куйбышского хоккея, это на ваши глаза? Ну, практически да. Раздевалась? Раздевалась? То есть вы были свидетелями, как на этой площадке играла команда куйбышевского СКА, где играли звезды советского хоккея? Советского хоккея, конечно. Вот Юрий Иванович Моисеев, он тренировал куйбышевский СКА. Ну, Юрий Иванович... Начинал здесь тренировать с куйбышевский СКА. Практически деньги. Конечно. Юрий Иванович Моисеев, ну, это уникальный и хоккеист, уникальный тренер. И я так открою такой секрет, что привлечение Юрия Ивановича Моисеева сюда, в Самару, это, в общем-то, тоже моя идея, вот, что его сюда пригласили работать. Ну, это же во второй раз, да? Во второй раз, да. Когда он пришел, в начале 90-х годов. Совершенно верно. Ну, а то, что касается дальнейшего, я тренером поработал немного, потом, значит, ушел уже, работая в этом же коллективе с культурой, вот, немножко, это 3-4 года, тогда, как говорили по направлению, если мне сказали, что надо возглавить Куйбышевский райиспорткомитет, ну, тогда они спрашивали, хочешь ты или не хочешь, слово надо, поработал, возглавлял райиспорткомитет Куйбышевского района, и, опять же, неожиданно, поворот судьбы, возвращаясь на тот же Куйбышевский неотепроводящий завод, но уже, ну, чисто такую, ну, как сказать, должность заместителем председателя правкома. То есть, вы прошли фактически вот все ступени спортивного организатора, да? районного масштаба до самого высшего уровня, районного масштаба, А как вы попали сюда, вот, директором дворца спорта? Вот вообще, что нужно в этой жизни, чтобы стать директором? Для этого нужно, какое образование? Спортивное, физкультурное, промышленное, экономическое, юридическое, или просто по блату? Наверное, наверное, надо знать, конечно, все вот эти вот непосредственно, но получилось немножко, может быть, как в анекдоте. Дело в том, что, если вы помните, была команда «Маяк», которая играла в классе «Б», и, значит, команда, от нее отказался завод «Прогресс», в связи с переходом на новое производство. Новая жизнь началась, развал Советского Союза, экономика в упадке, как содержать команду заводскую? Команда практически перестала, ну, существовать. Существовать, да. Меня пригласил на собеседование председатель, тогда это называлось председатель облспорткомитета Заворин Владимир Алексеевич, ну, и сказал тоже Владимир Алексеевич, давайте вот, надо что-то делать с командой, что нельзя оставлять Куйбышева без хоккея, и вот мне предложили эту команду возглавить. Клуб, не команду, а клуб, вот, которая к тому времени не имела ни игроков, ни тренера, ни базы, ничего. Значит, кто в этот трудный период помог Куйбышевскому хоккей, ну, это, естественно, облспорткомитет. Это был конец 80-х годов, да? Это профсоюзы и администрация, она в то время называлась Совет Облсовпроф. Облсовпроф, это профсоюзы, а еще был, ну, типа, как сейчас городская администрация, раньше они назывались Совет народных депутатов, что-то так, который как раз возглавлял будущий губернатор Самарской области Константин Исеч Титов. Вот эти три организации дали определенную сумму денег и мы, так сказать, спасли заводскую команду, которая, кстати, в классе Б уже играя, всегда они обычно занимали места в нижней планетарии, а здесь они выходили в переходные турниры и, поработав два года, я опять, значит, получаю приглашение от Заворина и он мне говорит, что вот тут должна произойти смена руководства во дворце, что если дворец раньше был под вывеской театрально-спортивный комплекс, культурно-зрелищный, кимиконцертный, то теперь принято решение, что он будет спортивный, слово спортивный выходит на первый план и вот вам, так сказать, я предлагаю возглавить этот вот дворец спорта. Боизна не было? Боизна не было, я, естественно, сразу никакого ответа не дал, значит, но мне сказали, как, пока и возглавляя дворец спорта, и пока, значит, еще оставаясь в хоккее. В хоккее. В заводском. Ну, потом вы знаете, что сюда пришла такая мощная структура, из Алматы переехала здесь армейские подразделения. ЦСКА ВВС перелетела из Алматы в Самару. Ну, и тогда было решено, что вот команда ЦСКА, эта команда Маяк, она одно время слилась вместе с заводской командой. У нее даже было название, из-за которого была борьба, те говорили, нет, Маяк ЦСКА ВВС, те говорили, нет, ЦСКА ВВС Маяк, ну, не в этом суде дела. Но команда осталась, команда осталась, ее передали, а я остался здесь во дворце. Помню первое вот свое, так сказать, пребывание здесь, когда пришел сюда Владимир Алексеевич Заворин, собрали мой коллектив, он меня представил, и потом один на один он мне говорит, все, что я тебе могу передать, это вот тебе ключ от сейфа. И дал. И дал. Но там ничего нет. Но здесь немножко не так, я открыл сейф, там лежала папка, в этой папке лежало 17 заявлений на увольнение. Все специалисты, которым уже, ну, надоело, что людей обманывают, не платили полгода зарплату, но люди, в общем-то, приняли для себя такое решение, не верили, просто не верили, люди работали, но не верили, что здесь что-то может произойти. Потом, после первого уже дня, я подумал, может быть, я, наверное, зря, вот так сказать, положил голову сюда, вот в это вот пекло. Первое, что я сделал, я продал машину, которая здесь была за дворцом, Волгу, ГАЗ-24, для того, чтобы заплатить зарплату людям. Вот самое главное, самое ценное, что в этом дворце работали, ну, просто замечательные люди, которые, если это может быть громко будет сказано, они работали, не за страх, а за совесть, и они, допустим, сегодняшний день работают. Ну, можете назвать? Рахновецкий Николай Васильевич, Подгорнов Анатолий Алексеевич, Морев Олег Павлович, Кудряшова Любовь Ревовна, заливщик был Валерий, 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 ну, в общем, я говорю, что... Говорят, кстати, здесь уникальная была заливочная машина, уникальная, которая что-то лет 30, по-моему, да нет, возраст ее был или 40. Знаете, от этой машины осталась одна водительская кабина, все остальное переделывали, переделывали своими руками, свои умельцы, там на этой машине стояли запчасти от комбайнов, от сейлок, от веялок, но машина работала. И машина работала так, если вы помните, что сюда приезжала сборная России по фигурному катанию. Она неоднократно приезжала? Неоднократно. Начиная со сборной СССР и сборной России. Совершенно верно. Лед в Самарском дворце спорта был один из самых лучших в России. И вот я говорю, благодаря вот этим людям, которые, в общем-то, взвалили на себя все, дворец продолжал работать. Продолжал работать в тяжелейших условиях. Немножко стало полегче в плане того, что когда ЦСКА ВВС, тоже, так сказать, дворец перешел уже под крыло ЦСКА ВВС, ну, стало легче в чем? Потому что могло быть такое, что в один день, в одни сутки, вернее, утром катались хоккеисты, в обед настилался настил, причем это не разовый случай, вечером игрался баскетбол, полный дворец спорта, ночью опять трансформация, и утром опять выходили хоккеисты. Раньше, когда не было поддержки ЦСКА ВВС, ну, приходилось крутиться, приходилось объезжать воинские части. Я говорю, это не какое-то там преступление, ну, как можно было, значит, ну, давали контрамарки на концерты, давали руководство. Ну, как было трансформировано, действительно, быстро? Только с помощью солдат? Только с помощью солдат? Это практика. Разобрали помост сразу быстренько? Она и продолжалась, и вот, говорю, все-таки, когда с приходом ЦСКА ВВС, конечно, стало намного легче. Вот. Ну, и вот эти вот 19 лет, я могу сказать, они пролетели как один миг. Есть о чем вспомнить, Владимир Васильевич? Ну, конечно, есть о чем вспомнить. Были такие моменты, когда жена говорила, ну, может быть, тебе не стоит домой ехать. Но, тем не менее, так что, как я говорил, когда я взял первый раз в руки свисток и книжку, это как-то вот осталось, и вот судейство, оно осталось на всю жизнь. Владимир Васильевич, а вот сейчас вот не щемит сердце, уходит какая-то часть жизни вашей. Вот не будет дворца, 1 июня здесь начнут ломать дворец. Столько всего хорошего. Я могу так ответить. Конечно, это оторвут частичку здоровья, частичку сердца, но я еще раз говорю, я все-таки хочу, чтобы она была восстановлена как можно быстрее. Я практически в это дело верю. Ну, ну, как без веры жить? Ну, сломать-то мы сломаем. Но я все-таки верю, что мы его построим. И те традиции, которые есть, они ни в коем случае не пропадут. Сегодня, я еще раз говорю, все-таки благодаря губернатору, мы только сегодня в Самаре имеем 7 дворцов, уже по области приближаемся к 10. Поэтому нам сегодня важно сохранить традиции, приумножить их и с хорошими показателями как команда мастеров, так и детской спортивной школы перейти уже вот в новый дворец. Я вот вспоминаю, была настоящая война за лед в этом дворце. Фигуристы спорили с хоккеистами. Загруженность дворца, все нормативы, мыслимые и немыслимые, значит, переходила границы. Льда не хватало. Фигуристы даже были вынуждены уехать в Тольясе, чтобы там тренироваться. И хоккеисты разъезжались там по городам и весям, чтобы тренироваться. Тяжело было со льдом. Вот сейчас появились новые хоккейные дворцы у нас в Самаре. Хоккейный голод исчез с точки зрения вице-президента Федерации хоккея России? Да нет, он не исчез, он и по России не исчез. Но давайте мы немножко вот смотрите, этот вопрос, знаете, в какой плоскости рассмотрим? Вот сегодня 7 дворцов в Самаре. Ледовых. Ну, этот не берем 6. Закрытых. Закрытых. Они практически все работают с хорошей нагрузкой. Теперь представьте, все эти люди, которые сегодня занимаются в этих 6 дворцах, они в то время помещались в одном этом дворце. То, что война была за лед, она... На самом деле это была война. Понимаете? И нам приходилось работать. В то время были соответствующие органы, которые не разрешали эксплуатацию спортивных объектов, и не только объектов, что, дескать, нельзя после 10 вечера эксплуатировать. Мы... Пришлось закрывать глаза. Не то, что пришлось... Или ожидать партийного выговора. Ожидать выговора можно было. Можно было ожидать штрафа, можно было ожидать самого худшего, что сюда могли прийти и пожарники, и все, и закрыть его просто-напросто. Ну, приходилось работать и до 2 ночи. Так поэтому до 5 утра, до 1 трамвая такое было. В этом дворце мы были свидетелями, как выступала команда ЦСКА ОВС. Вы говорили «Маяк», «ЦСКА ОВС», «Маяк», потом просто «ЦСКА ОВС». Команда наша играла в суперлиге хоккейной. Суперлиге, выходила в плей-офф. И даже обыгрывала ведущие команды «Спартак Москва», «Динамо Москва», «Магнитогорский металлург». «ЦСКА», «Магнитогорский металлург». А сколько наших воспитанников и потом играло за ведущей топовой команды России? Так вот, я к чему и говорю, что нам сегодня, если мы этот дворец, так сказать, будем перестраивать, все равно те традиции, которые есть, мы должны сохранить. Вы верите, что у нас появится команда самого высокого уровня здесь? Здесь, как мы говорим, это уже не надо изобретать в интернете. Посмотрите, как построена структура развития хоккея в других областях. Детская спортивная школа, юниорская команда, молодежная команда, высшая лига и вершина вот этой пирамиды это команда КХЛ. В принципе, то же самое планируется и пытается сделать в Самарской области. Это правильно. То есть, мы живем надеждой к Сюзке попасть в КХЛ? Вот в новом дворце уже? Сегодня, сегодня задача ставится такая, что вся основная вот эта вот структура сегодня, в данный момент, она должна работать на хоккейную команду «Ладо». В чем я, в принципе, согласен. Но, к сожалению, к сожалению, у нас выпадает одно звено, это высшая лига. Вот при всем уважении, я говорю, к выступлению Тольяттинского, я знаю бюджет команды, знаю, как это трудно и тяжело дается. Сегодня я никак одно не могу понять, почему команда Тольятти имеет свой фармклуб в Пензе. Значит, если эта структура должна быть здесь, в Самарской области, значит, «Ладо» и «ЦСКВС». Сегодня, конечно, уже отношения совершенно другие. Если раньше Тольяттинская школа и Самарская школа это были враги, сегодня это партнеры. Это очень здорово. Сегодня команды есть и в Самаре, и в Тольятти. Причем, сегодня Самара уже не пасынок. Самара уже сегодня в каких-то возрастах играет на равных с Тольятти. Сегодня юниорские команды должны подпитывать команду «Ладья». «Ладья» должна подпитывать «ЦСКВС», команду высшей лиги, а команда высшей лиги должна подпитывать «Ладу». Вот это будет правильно. Вот это будет правильная пирамидра, Абсолютно верно. Такая структура в вертикале полностью будет готова. Опять же, простой пример. «Лада» командирует игроков в Пензу. Игроки в Пензу не попадают в плей-офф и игроки практически не играют. Если бы вот эту пятерку отдать сюда в ЦСКА ВВС, то я уверен, что ребята вот в перенстве в ЭХЛ боролись бы за первое место. Абсолютно уверен. Не, ну тогда бы мы и играли в высшей хоккейной лиге уже в чемпионате, а не в перенстве. Перенство – это более низшие ступени. Тут еще немножко вопрос не только спортивный, но и финансовый. Ну вот я еще простой пример. Вот руководство, я разговаривал с тренером Сергеем Сошниковым, разговаривал с директором клуба Нечапуренко. Ну говорят, что финал Смоленскую ну проиграли вратарей. В Тольятти есть вратарь, который весь сезон просидел на лавке, Семенов. Ну если бы вот он играл здесь, плюс еще подпитка игроков, ну совершенно было работа. Вратарь Сигурове и Михалеве так и было? Так и было. Так и было. Если мы вспоминаем начало 90-х годов. Лада отдавала все время вот эта ротация, ротация, взаимообмен. Мы должны, я говорю, здесь мы должны эту вертикаль выстроить и соблюдать все. Но построить-то мы построили новые современные дворцы. Есть ли у нас возможность для своей команды готовить молодежь? Я понял прекрасно ваш вопрос. Но я еще раз говорю, благодаря прежде всего губернатору сегодня мы имеем ну если не отличную, то хорошую материальную базу для занятий хоккей. Семь ледовых дворцов спорта они позволяют готовить смену для команды. Но в Самаре, как ни странно, в Самаре нет официальной детской спортивной школы. Под команду мастеров? Ее нету государственной детской спортивной школы. Та школа, которая сегодня есть, которую курирует, финансирует министр промышленности Сергей Александрович Безруков, ну дай бог, чтобы он работал, приносил, так сказать, пользу. И экономики Самарской области. Для меня главное, наверное, и для хоккеистов, чтобы он приносил и финансировал детский спорт. Но может получиться завтра, что школы не будет. Я знаю, что буквально две недели назад вопрос обсуждался в Миниспорте Самарской области. Там есть понимание, что школа нужна, что школу надо открывать. Но все упирается в финансы. То есть вы хотите сказать, что все это коммерческие группы? Это, может быть, они и коммерческие группы, но это группы, которые не имеют твердой гарантии. Статуса своего, да? Статус они имеют. Они не имеют твердой гарантии, что на следующий год они будут. Они могут заниматься год-два и через год этой школы не будут. Для примера, опять же, я могу сказать, что тяжело, везде тяжело. Я имею в виду экономическая ситуация в стране, в области. Но, тем не менее, в Татарстане порядка 15 детских спортивных школ, 7 из них в Казани. 7? 7 у них в Казани. В Нижегородской области порядка 9 детских спортивных школ, из них 4 в Нижнем Новгороде. Но это... И на них находят средства? На них находят средства. Но это как бы гиганты. То есть из общего котла? Давайте мы возьмем Оренбургскую область, которая, в принципе, не хоккейная. Только стало хоккейной. Ну да. У них тоже порядка 6 детских спортивных школ. В Пензе. В Пензе. В области. Понимаете, у нас на сегодняшний день спортивные школы, две в Тольятти. Ну и практически в Отрадном. И вот эта вот школа, которая не имеет официальный дворский статус. То есть мало построить ледовые дворцы? Мало. Нужно насытить. Насытить. Надо, чтобы был. Классными специалистами. Они на сегодняшний день, как ни странно, они в Самаре есть. Потому что был хороший отбор. Приехали тренеры из Украины, из других городов. Вопрос тренера. И своих воспитанников, Владимир Васильевич, полно. И своих воспитанников, полно. Те, кто прошел в школу высшей хоккейной лиги. Конечно. Конечно. Вопрос тренеров стоит очень остро в российском хоккее. Это не только в Самаре здесь. Здесь надо вот эти вот семь ледовых дворцов использовать для не только ночной лиги или массового катания. Это надо, это никто не оспаривает. Но основа это должна быть подготовка ребят в команду мастеров. Я всегда, где бы я ни говорил, где бы я ни выступал, я говорю о следующем. Если занимается 10 тысяч мальчишек, дай бог, чтобы кто-то... Когда родители приводят ребенка, ко мне приходят, говорят, это второй буре. Я говорю, не надо, чтобы он был второй буре, пусть он будет первым Васильевым. Опять же, я еще говорю, из 10 тысяч, дай бог, кто-то попадет в сборную команду. Пять человек попадет в команду мастеров, но остальные эти 9 тысяч будут настоящие мужики. Они будут нормальными пацанами, нормальными мужиками. А вы согласны, Владимир Васильевич, что сейчас Самара переживает хоккейный бум? Вот как в Тольятти когда-то, лет 20 назад, когда Лада показывала пример, что можно громить московские команды своими воспитанниками, и вот Самара с появлением нового льда тоже как-то ожила, мне кажется, хоккейная жизнь. Она ожила, но здесь есть одно маленькое но, надо понять болельщика. Надо понять болельщика, Самарского, Пензенского, Саратовского. Ведь вот болельщик приходит на игру своей команды как бы заведомо, это как идешь на рыбалку, все равно ты идешь, не знаешь, поймаешь ты что-то или не поймаешь, все равно есть так же и болельщик. В прошлом, позапрошлом году заполняемость этого дворца спорта была близкая к 100%. Потому что команда играла, команда выигрывала. Это такой градус, вот чуть-чуть команда опускается, число болельщиков уменьшается. Что в Самаре, что в Тольятти, что везде. Да, Самарская, вообще российский хоккей, в частности Самарский, он переживает определенный бунт, такой подъем. Но здесь надо сделать все для того, опять же, чтобы, значит, и нормальное отношение к болельщику, и культура проведения соревнований, и обслуживание этих же соревнований. Посмотрите, в Питере в 12-ти тысячнике достать билет, но это практически невозможно. Потому что там работает структура, там работает с болельщиками. А нам хватит вообще вот 6 тысяч в Новом Дворце, вот здесь, на месте старого? Опять же, какие будут поставлены задачи? Я думаю, если будет поставлена задача, чтобы мы имели команду, имеет команду, но Москву я не беру, но команда в Челябинской области имеет две команды, в Магнитогорске и в Челябинске. Может быть, сегодня, я еще раз говорю, надо, чтобы заработала вот эта структура, которая говорит, вот эта вертикаль. А потом надо посмотреть, есть ли число воспитанников, которое дает Тольятти, которое дает Самара, уже перейдет ту цифру, которой достаточно для Тольятти. Тогда можно будет думать о том, чтобы открывать команду КХЛ Самаре. Но если открывать команду КХЛ Самаре и приглашать сюда легионеров, и приглашать сюда игроков со всей России, я думаю, что это неправильно. Давайте вспомним о том, что в прошлом году, конец прошлого года был юбилейный для отечественного хоккея. Ему исполнилось 70 лет. Большая группа, может быть, не было таких каких-то пышных мероприятий таких, но что-то успели вы провести. И самое главное, что благодаря вам Самарская область зачастили звезды нашего советского и российского хоккея. Один только приезд Бориса Петрова и Бориса Михайлова в Усть-Кенельский. Михайлова и Петрова. Да. Михайлова и Майорова. Майорова, да. Ну, вызвал большущий интерес просто у поклонников хоккея. Как вам удалось затаскивать звезд хоккея сюда в Самарскую губернию, чтобы они общались с юными хоккеистами и с ветеранами тоже? Я отвечу на первую часть вашего вопроса. То, что да, 70-летие отечественного хоккея это знаменательная огромная дата. Ни один вид игровой, который у нас есть, не имеет таких спортивных достижений, как хоккей, олимпийский чемпион, чемпионы мира. Может, в последнее время немножко утрачено это, но я думаю, что это все на круга свои вернется. Поэтому эти мероприятия проходили под эгидой президента страны, который сказал, что ни один мальчишка, ни один ветеран, ни один заслуженный работник, ни один судья не должны быть забыты. Поэтому мы только в своем регионе, вот в своем привозном федеральном округе наградили порядка более 400 человек. вспомнили приличные цифры. Это то, что касается вот такой знаменательной даты. Были и правительственные награды, были награды полномочного представителя президента федерации, были награды и нашей федерации. Постарались всех не забыть. Постарались, по крайней мере, прошли эти мероприятия в городах во всех 14 регионов, которые объединяет привозный федеральный округ. Все ветераны были приглашены, всем вручили награды, кому именные часы, которые как говорится фронтовые 100 грамм, это уже закон. Ну, я думаю, что мы сделали людям праздник. То, что касается легенд, мы, ну, это может быть связано с тем, что я живу сам в Усть-Кенельском, и пользуясь тем, что хоккей там просто обожают и просто благотворят. Это и руководство города, это и руководство поселка, это и спонсоры, которые взяли на себя все расходы. Мы подумали и организовали турнир, который называется турнир легенд. То есть, как раз в честь вот наших звезд отечественного хоккея. Конечно, конечно. Первый приезд у нас был 4 года назад. Это был Ляпкин, Юра, Юрий Евгеньевич. Второй приезд на этот турнир был Борис Александрович Майорова. На третий турнир нам удалось вытащить, другого слова я не назову, президента федерации Владислава Александровича Третьяка. И вот буквально 28 января вот этого года, это уже был четвертый турнир, приехал Михайлов и приехал Майор. Ну, рассказать, как он был, наверное, это не хватит времени. Все были в восторге. Мне кажется, все были в восторге. Это надо было видеть. Уважаемые, великие спортсмены сидели, им задавали вопросы любые. И они спокойно на них ответили. Они сделали, автограф оставили, фотосессию. Я думаю, что приезд таких людей, которых, к сожалению, огромным, вы же видите, этот год ушел великий спортсмен Володя Петров, Сергей Гемаев. Вот, насчет Сергея Гемаева и Володя Петрова. Они выступали здесь. Они выступали. Вот на этом льду, на самом, которого скоро не будет. Это же историческое место. Я скажу другое. Я вот в понедельник приехал. Сергей Гемаев даже три-четыре сезона отыграл в Куйбышском СКА, о котором вы рассказывали. Я вот буквально в понедельник приехал в весь такой маленький город в Башкирии, Туймазы. Там прекрасный ледовый дворец спорта. Просто прекрасный. И они сейчас делают, как бы сказать, ну, не знаю слово правильно, референдум. В общем, вопрос жителей своего города. Они хотят вот присвоить этой ледовой арене, ледовая арена Туймазы имени Гемаева. А он там играл или он уроженец этого города? Где-то он, да, родился недалеко от этого города. Но у них были хорошие такие деловые партнерские отношения. Он к ним приезжал, мастер-класс. Ну, и практически вот на этот момент, на понедельник, если, ну, грубо говоря, опросили 100 там жителей, 99 дали согласие. В том числе, они спросили, мое мнение, конечно. Эти, имена этих людей надо увековечивать. Следующий год турнир высшей лиги, турнир высшей лиги будет носить не победитель звания, там, вратинах, это будет турнир, посвященный памяти Петрова. Вот, Владимир Васильевич, вы говорили о сохранении традиций, о сохранении как бы нашей, знаете, нашей самарской истории, пуйбышской самарской истории. Вот видите, хорошо пример показывает Туймазы, да? А вот этот старенький дворец, он безымянный у нас, как его только не называли? Ледовый дворец и дворец Порта ЦСКА ВОС И опять, да. А вот новый дворец, как его, в честь кого можно назвать? Из спортивных деятелей, я не знаю, хоккейных наших ребят, которые местного, значит, масштаба, каких-то наших звезд. Есть у нас такие люди? Я думаю, что так вот с Тычка на этот вопрос не ответишь. Хотя можно тоже организовать какой-то референдум среди жителей. Ну, наверное, это неправильное слово, что он будет безымянный, он все равно будет иметь какое-то свое, так сказать, название, свое назначение. Но к этому вопросу, конечно, так чепетельно подходить, поэтому, ну, что, я не знаю, я на этот вопрос не готов ответить. Вот. Может быть, со временем, когда начнут его строить. Владимир Алексеевич, ну и последний вопрос. Сейчас на стенах вот Ледового дворца висят баннеры, которые говорят о том, что скоро предстоит Кубок Третьяка. Это будет последний турнир в старых стенах. Турнир Третьяка, он древний, он последним не будет, он будет последний в этом дворце спорта. Я могу сказать, что вот этот турнир, он вообще, если раньше, он только набирал обороты, что сегодня, чтобы провести турнир Третьяка, надо уже выиграть своеобразный тендер. Ну, мы можем надеяться, что и дворец спорта, который, новый Ледовый дворец, который появится вот на сваях этого нашего древнего спортсооружения, Третьяк его тоже откроет. Понимаете, вот как раз возвращаясь к тому вопросу, к тому вопросу, может быть, мы подумаем, может быть, мы и назовем Самара-арена имени там Третьяка. Если он даст, согласен, почему бы и нет. Почему бы и нет. Почему бы и нет, да. Хотя, вот в старом дворце их можно перечислять и Юрий Моисеев, и Виктор Кузькин, и Игорь Мрермишевский и играли здесь, и тренировали. Много было чего интересного в этих старых стенах. Согласен, согласен. Совсем немножко осталось времени, когда скажут, что все, ребята, закрываем двери, ломаем стены. Вот что бы взяли вы на память вот из нашего, из нашей местной достопримечательности? Ну, прежде всего, я бы, наверное, взял... Может быть, кресло, но оно, правда, более современное, вот не то, что было раньше. Наверное, прежде всего, я бы взял и я возьму это телефоны тех людей, с которыми я работал 19 лет, с которыми, я думаю, еще пригодятся любому спортивному сооружению. Я бы, наверное, взял на память, может быть, несколько фотографий, которые, ну, то же самое напомнили мне о том, что здесь происходило. Ну, и, наверное, такое плохое, наверное, надо забывать. И самое главное, вот самое главное, надежду, что на этом месте скором и быстро появится новый дворец. Вот это вот самое главное. Спасибо, Владимир Алексеевич. Я надеюсь, что мы доживем до этого светлого будущего. Я тоже надеюсь. И обязательно первую передачу сделаем, первую программу сделаем уже в новых стенах. Спасибо, что эта передача тоже может что-то кого-то где-то подтолкнет. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, значит, мы договорились, что следующая передача будет в новом дворце. Ну, вот с такой надеждой мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу, уважаемые друзья. Гость нашей программы был вице-президент Федерации хоккея России, президент Павловской Федерации хоккея, бывший директор Ледового дворца, Самарского Ледового дворца Владимир Асеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова